Всем здравствуйте, с вами Саганыш, это очередной выпуск еженедельных новостей V-Project, главная медиа о людях Центральной Азии, и мы начинаем И мы начнем с первой новости Гимнастка Эльжана Таниева дважды вошла в десятку сильнейших на этапе Кубка Мира Дважды вошла в десятку, как говорится, сомкнула кольца Храм Саграда Фамилия в Барселоне будет завершен в 2026 году Мне кажется, когда вот храм достроят этот, у Барселоны снова дела пойдут в гору в 2026 году Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина вошла на один уровень с первой ракеткой Мира Игой Швинтек А я думал, первая ракета у Илона Маска Можно сказать, Елена Рыбакина, это наша ракета с Байконур Силка Авиа с 1 апреля запустит авиарейсы между Нукусом и Мунайком Вообще Нукус и Мунайка, они звучат как какие-то десертики Чай с Нукусом, картошка с Мунайком Цифровая экосистема Узум стала первой местной технологической компанией-единорогом С оценкой более в 1 миллиард долларов Кажется, они все-таки нашли волшебный рог Казахстанский стартап Кук для заказа продукта в ресторан прилег более 200 тысяч долларов инвестиций Очень вкусная идея А, нет, ох, какая вкусная идея Начинается регистрация на конкурс Visa Everywhere Initiative 2024 Приз на региональном этапе составляет 20 тысяч долларов А на мировом 50 тысяч долларов А на казахстанском 100 тысяч долларов 50 оттенков Visa Everywhere Initiative Скакун Каберхан, которым владеет казахстанец Клег Мухаммед Калиф Может принести владельцу астрономическую сумму за победу в гонке Дубай World Cup За нее владельцу дополнительно достанется 10% от призового фонда Пока в других странах вкладываются в криптовалюту, наши казахстанцы вкладываются в лошадей Представляем вам новую криптомонету Каберхан Южно-корейский стартап Hub Decamp намерен открыть офис в Узбекистане Корейцы и так взяли название самсы и назвали телефон Samsung Создатель оппингеймера и интерстеллара Кристофер Нолон будет удостоен рыцарского титула Великобритании А, а в Казахстане вы дали ему штраф Это же коры будут А у нас на Улдала весной всегда интерстеллар А теперь одна из передовых новостей Дан старт в строительству эко-технологического завода По производству электроэнергии с утилизацией твердых бытовых отходов в Бишкеке Короче, получается, играешь в комп Прикинь, уничтожаешь там врагов и еще уничтожаешь мусор Причем классно Трагастанский фильм Бииш Энин Дамананда Рай под ногами матерей Режиссер Руслана Акуна Занял первое место по кассовым сборам в Казахстане Советую всем вам взять салфетки и платочки Чтобы вытреть слезы Фильм очень тяжелый Говорят, вот эти все потопы Они, короче, из-за того, что все смотрели фильм Бииш и плакали Вот и поэтому всех затопило Боже В 2024 году российская корпорация Синергия Намерена открыть колледж цифровых профессий в Наманганской области Теперь слово бит будет иметь другое значение Бит это вообще же единственное измерение электронное А вот на крыгыском это кусочек А у нас это переводится как блоха Вообще такое В апреле в двух городах Италии будет представлен выставочный проект Узбекистана Авангард в пустыне Посвященный искусству первой половины 20 века ПКСМОД будет проводиться на это общение Казак Калтер это масштабный проект, отражающий многообразие культурного наследия нашей страны И охватывает он шесть официальных языков ООН Туда входят также казахский и турецкий Кстати на сайте Казак Калтер есть искусственный интеллект И он может преобразить любого иностранца Ну не то что иностранца, а любого человека в казахского батыра или в воительницу Ну что ж, ну что ж Вот и выпуск Наш выпуск подошел к концу Блин Наш выпуск подходит к концу С вами был Випроджект Это Випроджект Ну а наш выпуск подошел к концу Ставьте лайки, оставляйте комментарии Мы рады каждому просмотру Випроджект, главная медиа, люди Центральной Азии Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok